Ребят, всем привет! Сегодня у нас с вами доставка в очередной раз Короче, это много лосося Слушайте, я сегодня разбила телефон, подробности будут у меня в телеграме Я уже выложила Я уже туда все выложила, но вот мне такое прислали Такую открыточку много лосося кладут Что говорят? Внутри тебя есть невероятная сила и любовь способны помочь тебе любые испытания Понятно, если хотите посмотреть на мой разбитый телефон переходите в телеграм Там я его показала Ладно, поставим эту чудесную открыточку на задний фон Пусть она будет тут Чарлик, пожалуйста Так, ну что Давайте все открывать Оказывается, что у много лосося идет идут в комплекте соусы Я заказала еще дополнительно Эй, это мое Блин, а куда? Куда? Чарли, пусть будет тут Не надо, пусть стоит Это для девочек Это не для собак Так, ну что, у нас сегодня сет Ребят, я уже читала в своем телеграме о том, что я заказала сет сегодня И то, что у меня плохое настроение Будем есть сегодня с вами много лосося Давайте теперь посмотрим, что там Слушайте, ну эти коробки это вообще невероятно, да? Золотые Я тут случайно пересматривала свой ролик Ну как случайно? Увидела Его И очень красиво на самом деле смотрится эта коробка Вот в таком формате Вкусно, да? Да, ребят, вкуснота Сейчас я все раскрою Будем есть Выложила Смотрите пока на ролики Какие красивые Пока я открываю соус Да, сейчас будем с вами есть Всем Кто вообще хоть раз ел Когда смотрел Мукбанги Скажите Я все время голодной Мукбанги смотрю Это, кстати, спайс соус Я заказала Первый раз в жизни Реально спайси Соусетство спайсовый Имбирь Соевый имбирь Ну и васаби Хотя у нас есть спайси Но я, ладно, открою Васаби пусть будет Все, ребят Как пелось в песне Этот мир Придуман не нами Этот мир Придуман не мной Я телефон Свой разъебала Ребят Телефон Заходите, пожалуйста Реально мой телеграм Подписывайте телеграм Там я все показываю И рассказываю В режиме реального времени Так, ну че Фокус на меня Ребят, вы знаете Я все время борюсь И не могу сделать так Ча, люди А у меня Чарли еще лезет Чарли Эй, эй, эй Ладно, забирай Забрал палочку Отжал Хоть палочку, да, отжать Шаров не даете Тоже мне Хозяева Давайте пробовать, ребят Я реально голодная Очень Я реально голодная Очень Сильно Тут все у меня стоит На честном слове Но вы знаете, что Мое честное слово Оно очень сильное Поэтому все будет стоять И шататься Сегодня все шатается Посмотрите на это Только вы на это Посмотрите С соусом спайси Слюни текут Мне просто в тот раз Понравилась доставка Я решила в этот раз Тоже ее заказать Ой Поэтому Много лосося Если вам нужно Чтобы я ела ваши роллы Постоянно Пишите мне Готово О чем хотела Сегодня поговорить Сейчас будем идти Вот так И к самым вкусным Дойдем Ребят Как вы Уже заметили Мы с вами Много разговариваем На разные темы И сегодня У нас будет тема Это реальная история Моей подружки Знаешь Когда Только начинаешь Есть роллы Такое удовольствие Я хочу Вот это еще Со спайси История моей подружки Которая произошла С ней И честно Когда это произошло Я была в полном шоке Давайте все по порядку У меня есть подружка И она работает Сейчас она В IT-сфере Но раньше Раньше она активно Занималась Преподаванием Английского У нее в целом Все очень хорошо С английским Там то ли она Переводчик Что-то такое Короче Стория такая Она работала Через профи Как репетитор Искала себе Ну клиентов И как-то раз Я через профи Написала женщина С просьбой Переводить тексты Для нее Ну типа Такая была Предыстория Сори Там бизнесовая Какая-то женщина И ей нужно было Девочку Которая Ну переводчицу Которая будет Переводить документы Очень вкусно Смотрите Сейчас Возьму Много Какой-то крепким И вот этой девочкой Оказалась Моя подружка Она с ней Общалась Где-то на протяжении Знаете Полугода Постоянно А Та Что-то присылала Отрывки Из каких-то документов И подружка И подружка Моя Приводила Она сказала Такую странную вещь Типа что Вот эти отрывки Из документов Они были абсолютно Рандомными Никак между собой Не связанными То есть это был Знаете Не целый Прям документ Перевести С русского На английский А это был Такие там Страница того Страница того Вот так вот Разнобой Но она конечно Этому внимания Не придала Особого Документы Документы Она и скидывала Что-то там Ну короче Как я поняла Что эта женщина Ей переплачивала За эти переводы Платила больше Чем нужно И как-то раз Она и пишет Ребят Через полгода Общения с ней Ну сотрудничество Да такого Она и пишет Типа Мне нужна девушка В офис Ко мне Работать Нам нравится Как ты работаешь Мы хотели бы Тебе взять В штат Но моя подружка Конечно В шоке Такая Вау Да Она говорит Ну приходи К нам в офис А офис У них был Нигде Попало А в Москве Сити Она пришла В Москву Сити Встретилась С этой женщиной Провела собеседование Как бы И ушла Женщина потом С ней это связывается Говорит Вышли нам Свои документы Это обычная процедура Типа проверка Службы безопасности Компании Компании так делают Чтобы сбежать Знаете Такого там Там судимости Чтоб не было Проверяют Она все эти документы Высылает Ну и все И рада Типа Ого Я буду работать Проходит Ну там Несколько дней Эта женщина И пишет Типа Все окей Ты прошла Проверку Нам нужно Теперь Тебя отправить В Турцию Чтобы получить Сертификат Английский Она говорит Типа В Турцию Что У меня Типа Есть все сертификаты У меня Есть диплом Переводчика У меня Есть То Все Типа Мне Не надо Международные Сертификаты Получать Потому что Они у меня есть Сейчас я попью Пойдем схожу Типа Она говорит Ну что У нее уже есть Сертификаты Ей не нужно Никуда ехать Они стали Настаивать Что тебе нужно Это какая-то Супер крутая школа В Турции В которой Вот мы хотим Чтоб ты поучилась Ну и так вот Короче И Они что В Турцию В Турцию Она такая Ну типа Ладно Давайте Ну присылайте Там что за школа И тут Ей Ну как бы Для нее это уже Странновато Да Она еще никуда Не трудоустроилась А ее тут уже В Турцию Направляют Ну типа Что Учиться Зачем У нее сертификат Есть И тут Короче Ей пишет Со школы Человек Ну якобы Со школы английского Куда ее хотят Поправить учиться И у этой школы Английского Знаете У компании Ну там есть Допустим Не знаю Там Там Собака Икея Точка Ну типа Да Там Или там Собака Суши Точка Ру Какое-то вот После собаки Идет название Компании Тут ей пишут И там название Поисковика Ну просто Gmail Точка Ком Без названия Школы Обычно Как бы Ну вот После собачки Идет название Там предприятия Да Или бизнеса Она немножко Ну как бы Ее это насторожило Да Что ей пишут Вот с этого С общего домена Gmail Точка Ком И вот название Школы Вот в этом Как бы В имени Название Школы Собака Gmail Точка Ком И она Решила Погуглить Эту школу И действительно Такая школа Была Турция И она Написала Запрос В эту школу Типа Здравствуйте Нет Ну просто Удостовериться Я такая Ты такая Там Типа Вы действительно Меня ждете Как студентку И со школы Я отвечаю Типа Что Нет Мы вас Не ждем Типа Ну говорит Может вы знаете Вот эту компанию Они говорят Нет Мы не знаем Эту компанию И тут Моя подружка В первый раз Серьезно Насторожилась Типа Что Вы понимаете Вообще К чему речь Она пишет Эта женщина Говорит Я в Турцию Не поеду Я написала В эту школу И типа Что я такой Ну как бы Меня там Не ждут И Ну как бы Вы мне врете А она Она уже Не отправила Все свои документы Вообще Все И моему подружку Понимает К чему все идет И она говорит Типа Я больше не буду С вами работать Типа Что они хотели Ее вывести Просто Как бы Как девушку С хорошим английским языком Типа Я не буду Больше с вами работать По итогу Женщина такая Говорит Нет Нет Типа Все нормально Я хочу Дальше с тобой Сотрудничать Ну знаете Как ни в чем Не бывало Вот И Типа Давай Встретимся Еще раз Моя подружка Очень сильно Напугалась Ну вы понимаете Да Это очень Странная ситуация Просто я думала Что такое Как бы было Знаете Когда там Девушек Воровали Вывозили Из страны Это было Но это было Когда-то Начало 2000 Да Вот такая Вот тема Была Она мне Когда-то Все рассказала Я была В шоке Но это Не конец История Так как она Работает на профи Эта женщина Нашла ее на профи И вот Мои подружки Стали приходить Запросы Ну там С просьбой Позаниматься Репетиторством И так далее По итогу Она занималась С ребятами Ну какая там Девочка была Еще кто-то И ей стали Сыпаться Очень негативные Отзывы После этого Случа Ну прям там Серьезно Очень негативные Типа что Ей вообще нельзя Ни в коем случае Преподавать И так далее А если вы Работали на профи Вы знаете Что там Ну ты аккаунт Привязываешь к паспорту Это все Достаточно серьезно По итогу По итогу Ей пришлось полностью Прервать свою деятельность Потому что Все новые ученики Которые к ней Сразу после ее отказа Ехать в Турцию Стали поступать Это было там Порядка Трех-четырех человек Они писали Очень плохие отзывы Прям отвратительные И она просто Чтобы не портить Свой аккаунт Решила на время Прекратить Этим заниматься Вот Ну как бы Сейчас все хорошо Она никуда не поехала Естественно Сменила документы По поводу Москвы-Сити В Москвы-Сити вообще Офис могут арендовать Любые люди Даже я Даже вы Можете туда прийти И арендовать себе Посуточно офис То, что она пришла К ним навстречу Москву-Сити Это вообще не показатель Что это какая-то Серьезная компания Одно дело Если это действительно Там много людей Работают Это да Она же пришла Просто встретиться Эта женщина могла Просто даже Переговорку снять Чтобы пустить ей Пыль в глаза И Чтоб девочка Просто поверила Что это реальная компания И так далее По итогу Никакой компании не было Эта женщина Вообще Потом Пропала Больше не выходила С ней на связь И Я не знаю Может быть Вы сталкивались С таким Но вот когда Но когда она мне Это все рассказала Я была Если честно В огромном шоке Что Такое возможно Ну то есть В никакой школе Ее не ждали И почему именно Знаете В Турцию Вот тоже непонятно Почему именно В Турцию Нужно ехать Сдавать Язык Хотя У девочки Есть международные Сертификаты Без какого-либо Оформления Просто типа Езжай в Турцию А там разберемся Ну как бы Ее никуда Не трудоустроили Вы понимаете Да Чем я говорю Очень Страшная тема На самом деле Я первое время Была в шоке Я даже звонила Знаете Кто вот занимается Вот этим всем Ну там Пропажами девушек Вывозом Кого-то там Вывозят Незаконно Но все мне сказали Типа Что мы ничего Не можем сделать Потому что Это просто Номер телефона И вообще Никакого инцидента Не произошло Если бы что-то Произошло То Типа Мы бы могли Что-то сделать Но по итогу Девочке пришлось Даже переехать Из квартиры Потому что Ну как бы Вот этим новым Ученикам Она также занималась Дома с учениками Она дала свой адрес То есть Она понимала Что эти люди Знают ее адрес И короче Им было очень страшно Вот Хорошо Что эта история Закончилась Вот Ну как бы Я рассказала вам Поделилась просто Чтобы вы знали Что такое может быть И более аккуратно С незнакомцами Не ехали просто так С кем-то в другую страну Учить язык Или вообще Зачем-то Либо Потому что Когда она стала Это все выяснять Никакой компании Ничего не было Все эти документы Которые она присылала И на перевод Это были просто Ну какие-то отрывки Из интернета Сканы Поэтому Будьте аккуратны Цените себя И Знаете Вот сегодня тоже Эта ситуация У меня произошла С телефоном Если честно От них Вот от этих там Продавцов С которыми мы стояли Говорили Можно было уйти раньше Но иногда Знаете Люди тебе ставят В такое неудобное положение Что тебе неудобно Куда-то уйти Или Ну ты себя чувствуешь Неудобно И из-за этого Мы не ушли тогда Когда хотели Когда стали уходить У меня выпал телефон Из рук Он разбился Короче Не идите ни у кого На поводу Старайтесь действовать Так как хочется вам Это не всегда возможно И часто люди На нас давят Другие И хотят использовать Других людей В своих целях Но нужно быть Настойчивым Понимать Что тебе нужно Если ты понимаешь Что человек Хочет использовать Тебя в своих целях Ты не должен идти на поводу У других людей Которые хотят Тебя использовать Как-то Вот Поэтому для меня Это сегодня был На самом деле Такой большой урок Что Мне не нужно Знаете Стоять и делать вид Что мне это интересно Когда люди Мне хотят что-то втюхать Я могу Просто сказать Отстаньте Мне нужно уйти И уйти Так же Так же Как моя Вот эта подружка Не должна Была ехать В эту Турцию Она и не поехала Но Другой человек На ее месте Мог бы Знаете Как подумать Ой А мы же уже договорились Мне так неловко Отказываться И так далее И это могло бы Привести Вообще К небоправимым Последствиям Поэтому Всегда думайте Своей головой Думайте В первую очередь О себе И не бойтесь Кому-то сказать Нет Особенно тем людям Которые хотят Использовать Как-то Вас В своих Целях Вот Ладно Спасибо большое Что посидели со мной Что поели Надеюсь Вам была интересна Эта история Когда я не узнала Я была шокирована Я может быть Не совсем Знаете Все правильно Рассказала Но мне хотелось По хронологии Пройти И рассказать Эту историю Ну как Рассказывала мне Это моя подружка Вот Спасибо всем большое Я наелась Не буду Объедаться Ролами Оставлю Дэм Потом Было вкусно Спасибо За просмотр Дэм Дэм Продолжение следует...